Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения. Пробуждение с Хермесом Фалька-младшим. Добро пожаловать на Расцвет пробуждения. Я ваш ведущий Хермес Фалька-младший. Сегодня вас ждет еще одна удивительная программа, как вы знаете, иногда. Мы приглашаем в студию гостей, проводим с ними интервью. И сегодня один из таких дней. У нас в гостях наш хороший друг Себастин Ангула из Вирджинии. У него есть очень интересные истории. И сегодня я особенно хотел бы обратиться к молодым людям. Оставайтесь с нами до конца программы, потому что будет очень интересно. Вы услышите невероятные свидетельства. Ну а еще мы будем молиться за передачу помазания, особенно в жизни тех, кто ищет Божьего призвания, кто ищет Божественной воли, потому что это очень важно. Себастин, мы очень тебе рады. Я тоже рад, спасибо за приглашение. Сейчас ты живешь в городе Фридриксбург, штат Вирджиния, верно? Откуда ты родом? Из Пуэрто-Рико. Вначале расскажи нам, как ты пришел к Господу, какой была твоя жизнь и как ты нашел Господа, потому что у каждого своя история. Я вырос в Пуэрто-Рико, в христианской семье. Наша церковь много молилась, поэтому мы много времени проводили в церкви. С детства я помню, как моя мама почти каждый день уходила на молитву в 5 часов утра. Я просыпался и просил ее взять меня с собой. Я помню, как в церкви на полу были лужи слез, которые оставляли женщины-молитвенницы. Я засыпал там, но мама говорит, что иногда я сам плакал и взывал к Богу. Вот в какой среде я вырос. У меня была жажда к Богу, и я с юных лет искал Его. Вот так мне повезло родиться в такой семье. Прекрасно. Твоя история очень похожа на мою. Я принял спасение в очень юном возрасте и с детства искал Господа. Это замечательно, а еще это большая привилегия. Перед началом программы ты рассказывал мне о своем брате. Он услышал голос Божий, и это зажгло в тебе интерес. Что произошло тогда, когда тебе было 4 года? Ты вообще что-то помнишь из этого периода? Когда мне было 4, мой брат пережил встречу с Богом в церкви. Бог проговорил к нему. Он рассказывал об этом нашей семье. И когда я услышал его историю, то подумал, «А я ведь тоже хочу услышать голос Божий». И я начал постоянно просить, «Боже, я хочу услышать Твой голос. Я хочу услышать Твой голос». И так по нескольку раз в день. Месяцы и даже годы я продолжал просить, «Господи, я хочу услышать Твой голос». И это было в 4 года? Да, я начал в 4 года. Так в тебе загорелся интерес. И я верю, что в людях, которые слушают твою историю, тоже загорится интерес, и они начнут искать Бога. А сегодня ты миссионер. Ты ездишь по разным странам и проповедуешь Евангелие. «Еще ты музыкант». Сегодня вы услышите, как он играет на скрипке. «Еще он написал книгу «Жизнь в его присутствии». Это очень сильная книга. Мы поговорим о ней позже. А вот она. Итак, теперь Бог использует Твою жизнь, и ты обрел уверенность. Но некоторые из наших зрителей все еще ищут свое призвание. Как ты пришел к пониманию того, что именно Бог хочет от Твоей жизни? «Поскажи, пожалуйста, когда, а самое главное, как это произошло?» Когда я начал просить Бога дать мне услышать Его голос, Он ответил мне, «Ищите меня всем сердцем, и вы найдете меня». Я искал Бога, когда мне было 10 лет. Я услышал о служении Банихина и подумал, «Я хотел бы делать то же самое». Дух Божий прошептал в моем сердце тихим и нежным голосом, «А почему бы и нет?» Это в 10-то лет? Да. И когда Бог проговорил ко мне после 6 лет ожидания, я сказал, «Ух ты, ты считаешь, я могу делать нечто подобное?» А потом Бог обратил этот внутренний диалог в молитву. И с тех пор, как Бог сказал, что я могу сделать нечто подобное, я начал мечтать о славе Божией в разных странах. Я захотел быть миссионером, приносить божественный огонь туда, где люди ничего не знают о нем. Ты рассказывал мне, что сразу после школы ты пошел в служение. Как так случилось, что ты не пошел на обычную работу и не занялся карьерой, а стал миссионером? Как ты почувствовал это призвание? Немногих молодых людей я знаю, которые так вот кидаются с головой. Все началось в тот момент, когда мне было 10, а с годами только прогрессировало. Когда мне было 16, я стал ездить вместе с одним служителем и учиться у него. Так я рос и чувствовал свободу в сердце и победу над грехом. Я также начал служить в моей школе, где я учился. Я сам учил в христианском клубе. Учился и учил. Сколько лет тебе было тогда? Это было с 16 до 18. Где-то в это время я начал видеть исцеление и начал мечтать о том, чтобы стать служителем полного времени. Хм, поразительно. Слава Богу. А какие именно исцеления ты видел? Когда мы обедали, ты рассказывал мне удивительные истории об уличном евангелизме и о том, как Бог использует исцеление, чтобы привлекать к себе людей. Наверняка в твоей практике было очень много интересных вещей. Можешь немного рассказать об этом? Да, это было очень, очень даже весело. Это точно не скучно. Да, это действительно весело. Долгое время я учил об исцелении и хотел его увидеть. И в конце концов наступил прорыв в этой сфере. Я начал видеть исцеление людей. Все дело было, ну, скажем так, в переходе от разговоров к делу. Пришла пора действовать. Да, вы не увидите исцеления многих людей, если не будете за них молиться. Не будете родить за это. Поэтому мне пришлось делать шаги веры. Многие люди говорят об исцелении, но если они не начнут молиться за исцеление, то они ничего не увидят. Верно? Сейчас я расскажу вам одно интересное свидетельство. Это случилось 7 лет назад. Я пошел в больницу. Здесь, Вирджиния? Да, я пошел молиться за людей. Навстречу мне вышла медсестра и спросила, чем я могу вам помочь. Я не знал, говорить ей или нет, потому что меня могли выгнать из больницы. Я все-таки сказал ей, и она ответила, «Вы хотите молиться за людей? Тогда пройдите в ту палату». Я вошел в палату. Там был человек слепой уже 4 месяца. Он позволил мне помолиться за него, и я сделал это. Он был христианином. Если честно, не помню. В тот момент он не заметил никакой разницы. Он стал рассказывать мне, как он ослеп. Кровеносные сосуды за его глазами лопнули. Я попросил разрешения помолиться еще раз. Я провозгласил исцеление этих сосудов. Он снова открыл свои глаза и сказал, «Я вижу свет». Вот это да! Я помолился еще раз и еще раз. К моменту моего ухода он уже мог ходить и обходить препятствия. Люди, которые ухаживали за ним 4 месяца, были очень, очень удивлены, потому что до этого он ничего не видел. Вот именно. Хвала Богу. Это действительно удивительно. То есть Бог хочет действовать не только на конференциях или в церкви, но и на улице. Именно там проповедуются Евангелия и происходят чудеса. Да, Бог исцеляет в церкви, но он хочет исцелять и на улице. Иногда мы ждем, пока неверующие придут в церковь. Да, мы должны их приглашать, но Бог желает, чтобы мы шли в мир, туда, где находятся неверующие. Какой совет ты мог бы дать тем, кто жаждет исцеления, но пока только говорит о нем и ничего не делает? Как им перейти от слов к проявлениям? Бог заложил в моей жизни очень важное основание. Я говорю о близости с Богом, пребывании рядом с Ним. Это самое главное. Если вы хотите видеть плоды в жизни, а исцеление — это один из плодов, то вам нужно пребывать рядом с Богом. Речь о поклонении, чтении Слова и встречах с Богом. Ищите Бога, и вы обязательно найдете Его. Закройтесь в комнате на час, помолитесь и поклонитесь Ему. Это номер один. А во-вторых, Иисус сказал, что верующие в Него будут делать те же дела, что делал Он и даже больше. В Евангелии от Марка, 16 главе, сказано так, «Верующих будут сопровождать чудеса, и больные будут исцеляться». Из этого мы понимаем, что можем ожидать исцеления. Нам лишь нужно стоять на слове и идти по воде, так же, как делал Он. Чем больше вы это делаете, тем больше результатов вы увидите. В начале тебе было сложно? Да, сложно было начинать. Я подумал, а что, если они не исцелятся? Перестаньте задаваться этим вопросом. Это не ваша проблема, это Бога проблема. Бог обещал, что сделает это. Мы все равно никого не можем исцелить. Никто и никогда не исцелялся в наших служениях из-за нас. Это работа Святого Духа, который высвобождает свое помазание. Поэтому нужно снять с себя ответственность и сказать «Пусть Бог будет Богом и использует меня». Поскольку вы снимаете с себя ответственность, это уже шаг вперед. Во-вторых, когда молитесь за чье-то исцеление, спросите у человека, как он себя чувствует. Если вы просто уйдете, то можете так и не узнать, что человек исцелился. Вам нужно обязательно проследить за результатом. Верно. Да, очень важно спрашивать людей, исцелились ли они. Даже если они исцелились, я люблю спрашивать, что они чувствовали во время молитв. А также я прошу их проверить себя и сделать то, что они не могли сделать раньше. Итак, тебе было 16, когда ты начал видеть все эти проявления. Да, 16 или 17 лет. Замечательно. Сейчас мы уйдем на перерыв, и Себастьян сыграет нам на скрипке. Его музыка очень помазанная. Слушая его музыку, принимайте от Господа и от Его присутствия. Даже сейчас, пока мы говорим, мы находимся рядом с Богом. Прямо в этой студии. А когда мы вернемся, то продолжим говорить о призвании и о помазании. А потом мы помолимся за вас очень важной молитвой. И Господь наполнит вас Святым Духом и вдохновит вас двигаться в вашем призвании. Так что никуда не уходите. Себастин, пожалуйста, начинай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это было замечательно. У нас в гостях Себастин. Надеюсь, вас благословляет его помазание и его музыка. Он играл на скрипке. Это было очень хорошо. Дух Святой проистекает через его музыку. Я люблю помазанную музыку. Когда ты начал играть на скрипке? Начал, когда мне было где-то 10 лет. С тех пор прошло много времени. Ты услышал голос Божий. Он дал тебе инструкции, и ты начал учиться играть на скрипке. Ты используешь скрипку в своем служении? Или в поездках, играя Господу и людям? Да, именно так. Когда мне было 17, я поехал на одно мероприятие в Нэшвилле, штат Теннесси, под названием «Призыв Нэшвилла». Я был там. Серьезно? Да. Прекрасно. Итак, там звучали 300 труп. Это было нечто невероятное. На следующий день я взял свою скрипку и начал играть. Я услышал нечто невероятное. «Какой красивый звук! Надо же!» Раньше люди говорили, «Ты играешь так красиво!» Да, я вам верю. Но с тех пор я слушал себя и сам был в шоке от того, что я играл. А самое главное, как я играл. Я начал получать песни, новые песни от Духа Святого. Точно, от Духа Святого. Да. Тем летом я много путешествовал и начал играть на скрипке на служениях. Я играл людям, и Бог давал мне для них песни. Я никогда не исполнял их ранее. Это невероятно. Хвала Господа. Давай вернемся к разговору об исцелении. Ты рассказывал мне очень интересную историю, которая произошла в баре, где ты обедал. Многие люди думают, что для того, чтобы Бог двигался, ему нужно играть на пианино или скрипке. Конечно же, он может двигаться таким образом, но этим он не ограничивается. Также он не ограничивается каким-то местом. Он может двигаться абсолютно в любом месте. Итак, ты был в баре с друзьями. И что же там произошло? Расскажи нам. В баре играла хэви-метал группа. Это было в Ричмонде. Те люди любят Господа. И они делали это в качестве евангелизации. Вы знаете, они сами уверовали, у них татуировки, и они играют для того, чтобы люди пришли к Богу. Ты говоришь о рок-группе? Да. Мы пошли туда, потому что знали ту группу. Мы хотели их поддержать. Перед ними выступила другая группа. Да-да, мерзкая. И гитарист играл, а рядом с ним стояли костыли. Совсем недавно ему сделали операцию. Когда его группа отыграла, двое из моих людей пошли и помолились за него. И он был исцелен. Представляешь, прямо там, в баре. И вот он выходит на сцену и говорит, «Вы только посмотрите. Я могу ходить без костылей. Бог исцелил меня через этих людей. И я хочу отдать ему всю свою жизнь. Очень сильно, потому что все уже знали, кто он такой. Ну надо же. С той группой что-то произошло». В то время я и мои друзья были интернами. Мы пришли в такой восторг. До этого момента я целый год видел не так много исцелений. В 16-17 лет я видел исцеление, а потом это немного прекратилось. На какой-то момент все это затихло. И тогда я понял, что Бог хочет это делать. Поэтому я пошел в реанимацию. Куда еще идти, если я хочу видеть исцеление по-настоящему больных людей? Это было после случая в баре? Да, теперь у меня был опыт. Возможно, у тебя увеличилось желание увидеть проявление Бога и того, как он касается людей в этом мире. Итак, я пошел в больницу вместе с одной девушкой. Мы подошли к человеку со сломанной рукой. У него был гипс. Мы решили за него помолиться. Я сел рядом с ним, а девушка и говорит, «Себастин, я не знаю, что делать». Я ответил, «Ну, я тоже не знаю». «Точно?» Я спросил у того человека, «А что с вашей рукой?» Он показал мне снимок своей руки. Служители не всегда знают, что делать. Да, кость была сломана, и ее части зашли одна за другую. У меня вдруг появилась вера, чтобы молиться за него. Это была сверхъестественная вера, потому что с естественной я мог помолиться только за головную боль. Я помолился и почувствовал, как двигается его большой палец. «О, Боже, его кость только что встала на место!» Я спросил у него, «Вы что-то почувствовали? Сделайте то, что не могли делать раньше». Он начал двигаться рукой вперед и назад. Боли не было, и отечность сошла. А после этого мы помолились за женщину, которая была покрыта волдырями. Во время молитвы она почувствовала, что на нее опускается теплое одеяло, и волдыри исчезли. Мы были в большом восторге. А после мы видели очень много исцелений на улице. Мы молились за всех людей. Хвала Богу! Я вижу, как люди исцеляются в церкви, но также я хочу видеть исцеление на улице, то есть в больницах, барах. Нет никаких ограничений. Некоторые люди в церкви ждут, когда же пастор даст им микрофон. Они ждут своего золотого шанса, но он может так и не наступить. Бог желает использовать их там, где они находятся. На работе, в школе. Когда верующие понимают, что они ценны, и они сосуды, которые может использовать Бог, то это абсолютно и полностью меняет их духовную жизнь. Итак, совсем недавно ты был на севере Ирака. Сколько ты там пробыл? Я был там два с половиной месяца. Расскажи нам немного, что происходит на Ближнем Востоке. Закрытая территория. Можешь рассказать о том, как распространяется Евангелие в Ираке или Иране? Еще до посещения Ирака я слышал много историй, а когда я приехал туда, то услышал еще больше историй о том, как Иисус посещает мусульман во сне. Это очень сильное свидетельство, когда сам Иисус входит в твою спальню и разговаривает с тобой. Многие люди приходят к познанию Господа в Ираке. Все они бывшие мусульмане, но тем не менее Бог очень близок к ним. А какие там есть церкви? Там есть и люди с христианским происхождением. Они тоже принимают Иисуса, но не просто как часть своей культуры. Они начинают личные отношения с ним. Удивительно наблюдать за тем, что там происходит. Церковь там еще очень молодая, но тем не менее процветающая. Хвала Господу. Там люди жаждут Господа. Как я уже говорил, Себастин написал книгу «Жизнь в его присутствии. Путешествие в сверхъестественное». Это прекрасная книга. Немного расскажи о ней. Какова ее цель и зачем людям покупать ее? Как я написал эту книгу? На самом деле, я готовил курс для нашей школы служения вместе со своими коллегами. Она называется «Школа миссий и молитвы». Именно с ней я ездил в Ирак. Итак, я готовил курс для одной из учебных программ. Мы хотели написать о сверхъестественном и о Божьей силе. У нас уже были занятия на эту тему, но я решил, что нужно поговорить о чем-то более глубоком, а именно о том, что происходит в божественном пребывании. Я начал над этим работать, а потом понял, «Боже, это же материал для книги». В книге я рассказываю не только о возложении рук и молитве, а о том, что происходит, когда с нами рядом Бог, когда сходит слава Божия. Это не просто принципы, а сам Бог. Я рассказываю о том, как ходить рядом с Ним, как жить рядом с Ним. Прекрасно. Заказывайте эту книгу. Это можно сделать на Амазоне и Кэндл. Заказывайте ее, и она благословит вас и вашу жизнь. А сейчас я хотел бы помолиться за наших зрителей, которые хотят знать свое призвание. Хочу попросить Себастина помолиться за молодых людей. Конечно же, мы помолимся за исцеление, но давайте сфокусируемся на молитве за молодых людей, которые чувствуют призыв в служение, но не знают, что делать дальше. Давайте попросим Господа помазать людей по всему миру. Нас смотрят люди в разных странах. Поэтому давайте помолимся за то, чтобы Дух Святой сошел на молодых людей своей силой и помазанием. Сейчас я прошу, Себастьян, молись. Давай, начинай. Отец, Ты любишь использовать Своих людей. Ты любишь строить партнерские отношения с людьми, Твоими сосудами. И я прошу Тебя, Отец, зажигай сердца по всему миру, касайся сердец и говори к ним, как Ты говорил ко мне. Дай им знать, что Ты можешь действовать через их жизнь. Дай им видение, дай им надежду. Отец, я также прошу во имя Иисуса о благодати на время ожидания. Мы знаем, что перед тем, как Ты будешь нас использовать, будет время подготовки. И я молюсь о благодати для этого времени. Даже в жизни Павла был такой период, когда Ты отделил его для себя и готовил его к служению, а потом сильно использовал его. Господь, отдели и этих людей и используй их для Своей славы. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя о том, чтобы каждый, кто ищет Тебя, обрел благодать в Твоих очах. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Иисус. Мы молимся об исцелении. Пусть Твое помазание и исцеление течет через экран прямо сейчас. Пусть люди по всему миру примут силу Божию в своих телах. Мы провозглашаем чудеса. Мы приказываем больным телам исцелиться. Мы провозглашаем свободу от угнетения. Мы приказываем всем опухолям исчезнуть. Мы провозглашаем славу Божию в домах людей. Мы благодарим Тебя за помазание Святого Духа во имя Иисуса Христа. Спасибо, что наполняешь людей радостью и даешь им пережить свежий елей Твоего пребывания рядом с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я чувствовал помазание даже во время молитвы. Я был рад пообщаться с Тобой. Надеюсь, мы встретимся еще не раз. Не забывайте о партнерстве с нашим служением. Вы смотрите эту программу благодаря нашим партнерам. Станьте нашим партнером. Нам нужна ваша помощь в распространении Евангелия по всему миру. Спасибо нашему гостю. Спасибо Себастину. Пусть Бог обильно благословит тебя, потому что ты несешь Евангелие до края земли. Увидимся в следующей программе. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение «Расцвет пробуждения» с Хермесом Фалька-младшим.